Являются ли ваши сотрудники гомосексуалистами? Я не то, чтобы плохо относился, я совершенно нормально к ним отношусь, каким бы они ни были. Потому что они что-то терлись об человека, вот мужчина, мужчины, и они вот трутся об него, я видел, реально подходят к нему и трутся. Вы очень красивый, что у вас посмотрели, так красивый, что у вас. После разговора по гомосексуалистам это очень странно будет выглядеть. Не, в принципе, я говорю, я нормально отношусь, я толерантный человек. Я и гомосексуалистам, и кавказцам отношусь абсолютно одинаково, я толерантный человек. Ну что, ребят, мы-то будем двигаться-то? Будем двигаться глазами, я вас противопреждаю, если эта съемка будет в интернете, за это уголовная ответственность. По какой статье? Сколько лет сидеть? Сколько лет сидеть-то? Условность организма какого-то, сопротивляться. А, это плохо, короче. То есть это как бы амеба, вот, ну, как. Здрасте, а вот что ж с вами там делали охранничьи? А, зачем? А что ты здесь стоишь? Мы тебя там ждем. А, куда случилось? Что случилось-то? Пойдем, пойдем. 55-ю статью прочитали? Пойдем, как ты написал такое? Что за... Пошли, иди. Как ты, давай сюда прочитать? Сумочки ставьте на водочку. Стоит. Останавливай! Водок, сумочку читай. Да не трогайте, человек это хороший. Сумочку пойдемте. Просто... Вы не могли бы отойти, нам покушать надо, а? Вы тут вообще не к месту. Пройдите через рамки. Да еще можете сплясать вам. Давайте, пойдемте, потом сплясать надо будет. Пойдемте. Проходите через рамки. Пойдемте. Станиславов. Да мы покушаем туда, вызывайте, давайте, хорошо. Мы покушаем, пойдем туда. Почему? Потому что он не прошел зону металл детекта. Он не прошел. Он не прошел. Он не прошел. И что? Ну, отказывается, может... Дима, отказываешь их, Брайна? Что я имею? Проходить зону, показывать сумки, Брайна? Прошел, все, он тучал. А, ну все, он прошел, все, пойдем. У нас здесь работали, вы не показали предметы, которые были в рамках, что у меня с пакетиками не было. Мужчина, а вы зачем к мужчине пристаете? Вы гомосексуалист, что ли? Вы гомосексуалист? А это оскарбление. Я спросил у вас, вы гомосексуалист или нет? Вы зачем пристаете к мужчине? Вызывает сотрудников полиции. Зайдем. Вам уже просили показали. В Макдональдсе там нас покараулить, да и все, что вы начинаете-то? Да, они что-то не пускают. Сейчас дождём сотрудника в полицию, тогда Молодой Северный. А так он не может что-то пройти? О, а вы тоже что-ли? Я тоже не знаю, как советы. А вот у этих людей. Может что-то скрывают. Да, скрывают. Если хотите, мы вместе с вами пойдём к Макдональдсу. Там мы поедим, а вы подождёте. Да, угадали, сегиане. А вы же, вы хотите помочь? Да. Кому? Людям. В Макдональдсе покушать хотели вашему торговому центру прибыль сделать? Ну. Так не пускают же, видите? Ну как не пускают, мы всех пускаем. Ну вот, смотрите. Дальше. Да. 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 Пройдите. Ещё раз пройдите. Ещё раз пройдите. Ещё раз объясняю. Мы не пройдёте. Не пройдём. Мы ждём полиция. Давай туда ждём. Ну тогда ждём, никуда не идём. Вот когда идёт полиция... А мы в Макдональдсе можем подождать? Нет. Здесь подождём. Почему? Мы просто покушать хотели, почему он должен здесь подождать? Ну сейчас полиция приедет и пройдёт. Вот Макдональдс и сделает. Чего? Макдональдс и сделает осмотр. Нам Макдональдс надо. Здесь пройдёт. А почему мы не можем туда пройти? Рамка на металлогическом пройдите, так все прошли. Все прошли. А мы чё тут перее... Сработка была металлогическом рамке? Не знаю. Не знаю, кстати. А в охране тоже? В охране. А можно застреление в охране посмотреть? Пожалуйста. Пожалуйста. Нет. А я не могу. Чего? Нет. Да, всё. А тут выдано, всё годин, да. Мне кажется, а вы не сдали? Очень приятно. Вы тоже очень приятные. А можете подумать? Ну я не знаю. Что это всё? С вами всё пояснил. С вами плавала на токси тварь. С вами это всё. А как? Ну кто там вообще? Я? Человек-человек. Представь сейчас. почему как присущимся ручками телефон дерьма да не бойтесь не будет так он же сказал из океании тебя узнают да 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 что там про очки кто там сказал у нас алексей анатольевич одет молковник отдал отдал приказ молчать я лишним мы ждем сотрудников полиции зачем нам правильно 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 а вот я хочу анликсеяна только быстрее не попросить запрос вы имеете на это вот уже лучше хорошо да я не смотри а я не снимаю снимают не снимать вы будете показывать или отказывать отказываться отказываюсь так я в ногами читать читабельно можно гетманске алексей анатольевич до стоп до годин до какого до шестнадцатого года переверните вопрос что а до 21 все теперь все а вот почему ваших сотрудниками отличный карточки охране какой вот этот человек молодой человек этот что на оскорблении чем же чем же вы угрожали не здорово угрозка чем же вы дмитрий викторович угрожали на личность а как дождь ему не обращалась как сказал он что сказал что-то там алтарь сказал дмитрий викторович вы там плохое слово да или короче никакое слово он прям не плохо звук заявление вам даже стыдно потому что дмитрий как же вы тёжку то своего обозвали как мне но не стыдно вам а перед этими замечательными людьми не сборищем каких-то людей похоже на клоунах нет не так я думаю не было вообще это вообще ну я просто шел чего вы со мной разговариваете и никакой группой людей похоже на гомосексуалистов тоже не называли надеюсь да нет такого точно нет они вам их не напоминают я при себе оставлю это мне немножечко просто чуть-чуть но все же как-то наверное надеюсь что это не так я тоже но я тоже а подтвердить тебя проверят не больше что? просто что данные лица не имеются можете подтвердить тебя проверят? или надейте что они не такие? ваш вопрос не понятно еще данные люди я надеюсь тоже но я хотел бы у вас как у старшего как вы за них отвечаете узнать являются ли ваши сотрудники гомосексуалистами я не то чтобы плохо относился я совершенно нормально к ним отношусь каким бы они не были но я хотел просто прояснить просто лично для себя являются ли они гомосексуалистами или нет? ну скажите зрителям мне вопрос не понятно что такое да как вы стали старшим подсмена или кто вы? ну вопрос вас не понятно он не по адресу вообще а вот нет если не по адресу то да наверное будет я могу на него не отвечать вот так бы сказали бы то есть скрываете да данные своих сотрудников то есть наклонности я ничего не скрываю и вопрос вообще не к месту почему не к месту? я видел что эти лица вот я скажу почему к месту я почему начал а? потому что они что-то терлись об человека вот мужчина мужчины и они вот трутся об него я видел прям реально подходят к нему и трутся мне непонятно добрый вечер ребята мы вызывали данный молодой человек отказывался пройти зону металл я вообще не прошел зону он не прошел зону металл не снимайте не снимайте откуда звук не снимайте пожалуйста если данное видео будет в интернете то это уголовное дело вы знаете об этом да да ну как бы молодому человеку было предложено показать предмет на что срабатывает бурщной металл не показать сунду не осматривая сунду а показать предмет на что срабатывает да что он за акраник просил открыт пакет я отказался потом меня отправили к этому потом вызвали именно то вот этого якобы старший учлен У вас не обдавляют свободы, вам приглашали статью Конституции 55-го статьи. Давайте отправим его, почитаем. Полицейские, собственно, мы хотели бы к вам по какому поводу обратиться? Вы, наверное, Росгвардия, правильно? Росгвардия для чего создана? Для обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Дело в том, что мы хотели бы поесть в Макдональдсе. У нас есть на это право? Правильно, поесть в Макдональдсе. Я не с вами пока разговариваю, Дмитрий Викторович. Мы хотели бы, чтобы вы обеспечили наше конституционное право на поесть в Макдональдсе. Конкретно сейчас вот этому человеку мешают пройти к Макдональдсу вот эти вот бравые парни, которые у некоторых статус охранника частного есть. Хотелось бы, чтобы вы обеспечили в соответствии с законодательством, то есть, возможно, с применением физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. Это там уже как вам закон. Ну, можете требования предъявить. Если не повинуют, соответственно, по 19-3 их оформят. Так что, ну, как-то давайте решим ситуацию. Нам нужно Макдональдс. Молодой человек отказался от меня. Попросил вызвать сотрудников в полицию. Ну, он попросил вызвать сотрудников в полицию. Пожалуйста, осмотрите, что у него находится. Полиция до сих пор не приехала. Уважаемый, отойдите с дороги, пожалуйста. Вы мешаете. Мне больно только что вы сделали. Не больно, я вам не понимаю. Вы зачем меня? Вы только что схватили за руку, вы что? Уважаемый, вы мешаете? Уважаемый. Вы кто? Уважаемый, я вам еще раз... Я вам еще раз... Вы кто? Я вам еще раз... Если вы будете препятствовать, я вас оформлю по 19.3. О, молодец. Я рад за тебя. Не подглядывайся. Вы поддержите свою коллегу? Я же просто стоял, вообще он ко мне подошел сам. Предлагал, чтобы я вказал. Ну, понятно. То, что накладывался в провести свою методу терминга, он не как-то не знает. Пойдем так вот туда. А как бы он ни предлагал, какая граница? Они не имеют права тебя ограничить. Правильно? Или я что-то путаю? Или у нас охранник институции утворят? Ну что, ребят, мы-то будем двигаться-то? Мы будем двигаться, уважаемый. Я вам предупреждаю, если эта съемка будет в интернете, за это уголовная ответственность. По какой статье? Сколько лет сидеть? Сколько лет сидеть-то? Сейчас директора у нас нет. Директор ЦРУ? Ой, а у вас появилась фигулька появилась на кармане. Надеюсь, она включена. Ну, просто не видно. Включена? Мне кажется, вы тот еще хитрец. И не включаете, чтобы не зафиксировать свои противоправные действия. Мои в чем, что я нахожусь? Ну, будь добрым молодцем. Включи эту штуку. Она включена. После того, что вы не понимаете, не разбираетесь. Она работает. Да? Ну, ладно. Не, я буду только рад. Я за это и борюсь. Чтобы у нас у каждого, на каждом канале было свое видео. А у вас даже будет, получается, стерео-стерео. Смотрите, канал Чоп Параон. Да есть же такое. Нам же отвечали. Ну, мы уже отвечали. У них есть. Есть канал? Да. У вас тут такое ощущение, что просто понабрали каких-то странных людей, которые не знают ни законов, ни прав граждан, ни обязанностей своих. Ну, а чего они тогда толкаются как? Толкаются? Ну, я видел. Кого толкают? Человека. Человека, который вправе здесь находиться, проходить, а вы толкаетесь и... Ну, мы никого же не ограничиваем. Ну, тебя не ограни... Так сказать, никого не ограничивают. То есть он может пройти, да? Ну, прям осмотр. Тебя сейчас прошу, да? Осмотр. Что вы хотите смотреть? Это что, грузовик вам, что ли, чтобы у вас... Ну, надо показать предмет. Показать? Ну, хорошо. Посмотрите мой предмет. Ситуация в чем? В том, что вот Диму, вот этого человека, не пропускают без досмотра с пакетами. Вот с этими пакетами, да? Тут видно то, что сразу видно то, что вот какое-то оружие, видимо, лежит, да? То есть вообще, ну, очень опасный человек, вот по этому виду очень опасно, видите? Возможно в розыске, между прочим, возможно. Вот. Поэтому нужно по-любому его вот досмотреть. Дмитрий Викторович, согласны со мной, правильно? Все что угодно может быть. Вот видно же, похоже на оружие предметы, правильно? Смотри, гостовский речной металлодетектор, он срабатывает исключительно на металл. Да нет металл. Нет, ну, а на что срабатывать? Нет, ну, может быть есть, а может быть нет. Нет, мы же не знаем, правильно. У вас масонские знания. Конечно, да. А вы наблюдательный? Вот, и Росгвардия там что-то телефонным правом каким-то вон там занимается, непонятно чем. Вот там кассочка, видите? Вы очень красивый, что у вас посмотрели. Так вы красивый, что у меня. После разговора по гомосексуалистам это очень странно будет выглядеть. Это вообще, да. Не, в принципе, я говорю, я нормально отношусь. Я толерантный человек. Я и гомосексуалистам, и кавказцам отношусь абсолютно одинаково. Я толерантный человек. Один, да, тоже, из них. Из кого? Из кавказцев? Да. Я просто назвал и то, и другое. Да, да. А вы знаете, что термин толерантность как приводит? Да, я ко всем отношусь одинаково. Да, знаете, это медицинский термин вообще толерантность. Ну, давайте проясните, да, я согласен, я обучаюсь. Уголовность организма какого-то, сопротивляться. А, это плохо, короче. То есть это как бы амеба. Ну, то есть это плохо, я говорю, это плохо, да? Толерантным быть плохо. Не, ну, я прямой вопрос говорю, это плохо. Вы же привели это. Или хорошо. А, так это хорошо, потому что... Да, хорошо, у вас стоит. Да, хорошо. Ну, что, пойдем это... Пойду на уголовную статью, сяна работаю, и на 19.3 потом еще. Разрешите, пройду для оформления по уголовной статье. О, уже полчаса прошло. О, мы ничего не нарушаем, говорят. Я прям рад за вас. Я еще буду слушать. Ну, вы погромче. Все-таки тут пресса находится. Здесь пресса находится. Надо осветить этот случай в прессе. Потому как жалобы на данное место поступали многочисленные. И в данном случае я лично прибыл в служебных целях для выявления подобного факта и был свидетелем такового. Поэтому, если вы хотите, вы можете проверить мои даже документы, я вам даже предъявлю. Так как я нахожусь здесь на секретном задании, являюсь журналистом. А у вас есть документы? Да я не с вами разговариваю, господин Александр. Кстати, Александр Невский был кем? Полководцем. Невский, конечно. Вы уважаете. А Александр Македонский вам ближе? Нет. Спасибо за комплименты. Македонский он этот был как раз из этих. А, это-то стоп. Можно возьму, да? Не против? Нет, можно. Спасибо большое. Дело в том, что это знаменитая инструкция фараона. Подожди, ты смотри. Своими действиями провокаторы вторгают в частную жизнь сотрудника охраны. Дело в том, что... Это Конституция голосит? Да, они подготовились. Это Конституция, да? Да. Выписка, да, из Конституции провокаторы. Это... То есть, там где речь идет об угрозе общественной безопасности? Либо умоления. Да я другое прочитал. Свободы других граждан прав, свободы человека и гражданина. Ограничим. Я по слову провокатора нет в Конституции, поэтому я не доверяю вашей бумажке. Каких-то бумажках. Не стесняйтесь. Давайте отойдем. А, кстати, у Росгардиевых я это там. У вас за ублуждение воет этот человек. Этот торговый центр проведет в Сухгозе, он эвакуировался в 6 раз. На данный момент? Да? В смысле? Ну, не заход в зону, который сработал. А? Не заставляю вас от этого. В смысле, молодой человек, мы знаем, нам отказывается предоставить предметы, когда Сухгоза не подсказали. Почему? Мы не против, чтобы он посетил наш торговый центр. В смысле, никто не против. Пусть я посетяюсь. Да никому он ничего не должен. Это не налоговые службы. Или вы налоговые? Да нет. Ну, если должен. Снимайте черным по белым. Плюс конституции. А, так это была не конституция? Федеральный закон 35. Правильно? Ну, я не знаю. Вы там столько всего лишнего написали? Я не верю вам вообще ни слова. Вы вот Дмитрий... А, так вы же Дмитрий Анатольевич, нет? Нет, Дмитрий Анатольевич. Совершенно... Анатольевич, это другой был человек. Просто я подумал, вот столько вот, как бы, неправодобной информации, я подумал, что это Дмитрий Анатольевич, как и в Кремле. У вас-то какой вопрос? Да вы видели, что вы человека, это самое, ограничиваете в свободе. В свободе. Не имею права? Нет, конечно. А как же в Конституции 55 и в Кремле? Которую вы только что напечатали и придумали? Нет, надо открыть, посмотреть. Это тоже все прописано. Откройте интернет, посмотрите. В Конституции 55. В Третий путь. Права и свобода человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой-то необходимом в цели защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Ключевое слово. Законом ограничены федеральные. 35. Статья какая? 35. Вы же в первый раз. Вы же в первый раз. Вы знаете, все законы, пожалуйста. Федеральный закон 35. Об электроэнергетике. Вы мешаете, как кто-то людей. Правда? Вы мешаете. Об электроэнергетике? Вы же его знаете. Серьезно, машинные сотрудники? Серьезно, машинные? Серьезно, машинные? А, ну, если электроэнергетика, то да. Вещь важная. Я подозреваю у вас в каких-то нетрадиционных связях, поэтому не держитесь у меня со спиной, пожалуйста. Федеральный закон 35. Давайте, может, куда-нибудь сторону надо делать. Просто люди ходят. Мы мешаем проходу людей. Кому мы мешаем? Кому мы мешаем? Я согласен. Я согласен. Я согласен, мешают, потому что вот такая целая толпа у нас вараона, которые вроде как уже давно усопли, но я смотрю, до сих пор... Нет, возродились. Возродились? Да. Продолжают. Усопший вараон возродился, и теперь выглядит именно так. Разрешение спрашивать, можно ли пройти в Макдональдс? Это торговый центр хорошо. А я нарежу, что это вы меня не пустяли. Я же злостный, наверное, провокатор по-вашему, да? Я видел вас там сносочки, провокаторы. Поэтому я теперь в соответствии с вашей же доктриной, да, я буду в таком случае себя так вести. Ну, раз хотите, могу продолжать. Вы же поняли, что я могу себя так вести, да? Могу немножко, немножко планочку могу повышать. В демократическом обществе. Ну, согласен. Ну, называется так, демократическим. А у вас памяти намного? Я, кстати, рад, что у вас Android. Чехол, по крайней мере. Всё. Смотри, сай. Смотри, сай, сай, сай. Смотри, сай, 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 сай. Ну что, мужики, выяснили, что кто прав, кто не прав, обеспечивайте нашу работу. Вы не знаете нашу помощь? Конечно. Сай, 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 сай. Смотрите, всё зависит от дальнейших стойкостей. Если мы проходим спокойно к Макдональдсу, нам они не мешают, то вопросов нет. Если же они нам мешают, то вам придётся обеспечивать нашу, так сказать, конституционные права физической силой, оружием, как хотите. Так как вам предписывают закон. Ну вот, тогда нужно. Позвольте, мы попробуем, так сказать, узнать, есть ли дальнейший конфликт. Дмитрий, попробуйте пройти вот туда. Попробуй пройти. Дело в том, что мы сейчас посмотрим, нуждаемся ли мы дальше в сотрудниках Росгвардии и нужна ли нам их физическая сила, так сказать, удальмолодецкая. Вот. Собственно, полицейские, ну, тут видно всё. Я думаю, полицейские и росгвардейцы нас спасут. Они вызовут этих трёх более сильных и крепких мужчин на татами и уладят с ними вопрос, как велел Великий Золотов. Так, вы пока свободны. Вот, смотрите, человек не может пройти. Вот эти три бравые парня встали перед ним и не может пройти. Вот, можем сейчас приниматься. Дим, попробуй пройти. Смотрите внимательно туда. Туда смотрите. Класс, вы отвернулись-то. Ну, так вы будете обеспечивать как-то права граждан? Сейчас уважаемый разберётесь. Я неуважаемый, я гражданин. Ну, вы не только праве гражданин. Да вы не бойтесь, у вас же оружие. Мы с вами есть, что поможем. А кто и кого не боится? Уважаемый. Я неуважаемый, ещё раз говорю. Я гражданин. Вы их больше и они крупнее. И вот этот человек, судя по всему, вам как-то воздействует на вас. Вы не волнуйтесь, вы действуете, всё по закону. Вас народ поддержит, понимаете? Не они, а вот народ. Вот подкрепление прибыло. Видите, как хорошо-то? Вот. Так что, можете начинать. Я первую очередь... На самом деле, вот это просто какая-то определенная игра. Просто на самом деле угрозы вы не представляете. Мы вас знаем. Вы ничего не... Мы вас не знаете. Ну, вы постоянно, я вас вижу на этот тонале. Я лично? Нет, ну, ваши ролики. Ну, ваши это... Я же понимаю, кто это снимает. Нет. Почему вы препятствуете? Съемки? Нет, почему фараон нарушает до сих пор? Вы, короче, ладно, давайте. Раз вы меня... Нам не надо нарушать. Вы же не пришли на работу нарушать что-то, правильно? Мы просто выполняем свою работу. Раз вы примерно знаете, знаете ситуацию в торговом комплексе Океане? Ситуацию, да, видел. Ну, я там был. Ну, я там был. Да. У меня вот фараон личный... Ну, это они... Они не изменились, они... А при чем тут они? Чего фараон передо мной не изменилось? Вам тогда надо к руководству идти. Так я спрашивал, у меня прямой... Вот вы видели видео, да, я вам не давал ссылку. Вы увидели. И там у меня было открытое обращение к руководству. Руководство, мне извините... Как бы облаченцы или фараоны? Фараона. Фараона. И они мне извинения не принесли. С тех пор, до тех пор, до тех пор, пока они... Теперь мы... Да я буду теперь каждого фараоника маленького, я теперь буду... А если там будет... Может, это другая компания, вы же не знаете. ЧОО Фараон. Группа компаний. Чё, дедушка борзеет? Я не знаю, как-то разговоры какие-то странные. Дедушка, ведите себя культурно. С тобой все-таки высокоинтеллектуальные развитые люди. Хорошо, что у вас зрение развито. Ну ЧО, Росгвардию-то отпустите или нет? ЧО ВЫ Росгвардию-то задерживаете? Трое из ларца. И один особенный. А, я понял, по как вы кучкуетесь. Трое и один другой. Не пойму только, к какой команде принадлежите вы. Вы его не любите или он вас стесняется? Я губами шевелю, оттуда вылетают слова. Вот так нужно, как бы, отвечать. Ну, давайте у Александра спросим. Александр, расскажите. Это они изгнали четвертого, и он там один? Либо он их ненавидит и сам от них отошел. Как их изгнали? Ну, он в изгнании находится, посмотрите. Это вы так думаете, это ваше мнение? Да, мне. Так я поэтому и спрашиваю, чтобы меня переубедить. Мне кажется, он в изгнании. Нет, это ваше мнение. Как человек, как назвать его, наверное. Мне кажется, он гетеросексуал. Мне кажется. Вы скажите, что это не так? Все здесь нормально, ребята. Ну, вот, мне кажется, гетеросексуалы изгнали просто. Нет, вы наоборот. Если бы гетеросексуалисты были гетеросексуалисты, они были бы уже... Вот вы третесь, кстати. А вы нет бы перед камерой дать интервью мне? Вот камера снимает, вы сзади где-то там ходите. Нет, я в полицию. Ой, подождите, там же полиция еще приехала. А полиция это когда появилась? Я не заметил. Полицейских становится все больше. Там какие-то идут распознавания, ведомственные инструкции. Но в Гвардейсе пока не хотят ничего делать. Вот что-то, не знаю, то ли боятся, то ли не боятся. Говорят, что не боятся. Но я думаю, все-таки боятся. Заняли оборону. Такая ситуация. Какая-то появилась, я не заметил. Только что. А, так это Росгвардия опять? Опять Чего с Гвардии, да. Это много Росгвардии. Мы думали уже полиции. Так их же больше. Росгвардия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok